всем привет это моя любимая рубрика о правдивых историях погнали страшная история всегда подобные истории проецируйте на свою личность на свою жизнь тогда вы вдвойне проникнетесь я вам сейчас расскажу и представьте что это вы на моем месте и так вот у меня наконец-то ты приглашаешь девочку домой она наконец-то согласилась и вы понимаете что сейчас будет жаркий вечер она уже вся горит но видно что вы самец я точнее понимаешь тоже пора она говорит я сейчас носик по пудру вот и приду ха-ха типа уходит давно вы-то понимаете что она просто поссать пошла и вы думаете да надо тоже груз сбавить ну чтобы получше все было вела шмон на лице вы думаете ну ладно сейчас я тоже пойду говорить и ладно сейчас я приду тоже носик по пудрит и пока он там кинцо посмотри и вот вы заходите после нее в сортир а там все стены в говнище просто пиздец ебать все в желтом желчном таком такой параши вонючий утреннее такой дерьмо давайте без подробностей и первое ощущение это шок контент ступор потому что непонятно а что твою мать что это набираетесь смелости выходите в комнату и спрашивайте ее ты там ничего не трогала она вот с таким лицом таким не это что да так ничего просто ничего с одной стороны это пиздец как страшно с другой стороны возбуждает типа bdsm девочка у любит всякие игры нестандартные но все равно крепота какая-то полная и вот стоите перед этим и думаете так нет ну с этим надо что-то делать что-то делать сейчас пойду и скажу и все и вот вы заходите в комнату думаете сука сейчас скажу тебе ты чё офигела ну давай мой я потом трахаться будем заходишь в комнату а она там сидит в крови и слизи вы думаете хотите помочь уже подбежать что-то что-то случилось на потом видите у нее на руках полумладенец такой маленький маленький такой значит не недоношенный такой она такая любимый посмотри наш мальчик уже родился или девочка еще не поняла как его назовем любимый хочешь подержать его на руках вы в шоке просто баху и выбегаете из квартиры пули потому что это реально страшно поверьте моему страшно убегаете в сваливаете просто бежите в лифт нажимаем сука нажимаете быстрее кнопку двери открываются думаете надо было бежать по лестнице но уже поздно открываете кнопку она такая любимый не бросай нас ты безнадежный отец типа кусок отвалился нажимаете на кнопку лифт дверь закрывается она поповина поповине вот так вот раскручивает ребенка кидает его кидает его а он застревает между дверями лифт не закрывается все пизда она короче внутрь залезает с вами залезает с вами вы едете вместе до первого этажа она просто блять вот так вот скачет с сиськами вот так хуярит вас по лицу просто говорит давай трахни меня выбей меня прямо здесь сука давай я хочу чтобы ты меня просто я не знаю что сделай что-нибудь со мной тебя прошу пожалуйста все наконец-то лифт приезжает на первый этаж ведь наш дверь открывается вы с силой отталкиваете ее бросок чтобы она вылетела она вылетает у нее ребенок из рук валится вы выбегайте тут вы видите как в подъезд захочет заходит мент пизда и все вас уводят в кпз в тюрягу и шьют дело и вот эту историю я пытался объяснить рассказать в подробностях рассказывал следователю они все равно поверили этой тупой шалаве прикиньте они поверили что я ее домогался в лифте с младенцем и раздел ее там нормально да вот ублюдки вот что я могу сказать понимаете какие бабы коварны закон всегда на их стороне и они реально мне не поверили в то что я рассказал я им говорю ну вот так и так она родила я испачкал мне сортир ну правда они не поверили пацаны за нас я не зря рассказал эту историю это как тост прозвучало потому что потому что за нас нам понимаете нам тяжело живем до 50 лет мрем как мухи трахнул пару бабы на покой а женщина она будет жить дальше и нянчить своих внуков и с каждым разом ты понимаешь что здоровье это почти самое главное и давайте выпьем за наше здоровье мужики потому что это вода кстати потому что водки нельзя здоровье уж не позволяет но женщины все-таки прекрасно